Подземный пункт Команду на строительство этого объекта в 1957 году отдал Пленев, тогдашний командующий Северокавказским военным округом. Это был первый подземный штаб военного округа в Советском Союзе. Строительством руководили из Нахабинского института военно-инженерной академии. Работы велись по ночам. Место строительства было затянуто камуфляжной сеткой, а на холме напротив стояла зенитная артиллерия. На всякий случай. Первая очередь бункера была построена за 10 лет, однако к концу 60-х здесь еще не было никаких благоустроенных помещений, только необустроенные подземелья. Однако здесь уже проводились учения. Окончательного проекта подземных сооружений тоже не существовало. Обшитые деревом стены, паркет, дорогая мебель и благоустроенные кабинеты появились позже, к концу 70-х. Общая площадь около 3000 квадратных метров. Командный пункт мог вместить максимум 500 человек и находиться в автономном режиме не более нескольких месяцев. Хотя ходят байки про 3000 человек и год автономности, но это не более чем городская легенда. Здесь была канализация, дизель, электростанция, специальные фильтры очищали воздух и воду. В зале высотой в 5 метров был установлен один из первых в Ростовской области компьютеров, громадная махина под потолок. И назывался он «малая счетная машина». На нем делались многие военные расчеты, например, параметры полета ракет. Любопытно, что сооружение специально не обогревалось. Все помещения были соединены с закольцованным теплопроводом. Нагревать подземелье должны были сами люди и работающая аппаратура. Здесь постоянно держалась температура в 19 градусов. Были здесь некоторые излишества. В штабе имелся плавательный бассейн. Однако запасной командный пункт был не единственным подземным сооружением, построенным в мухиной балке. Здесь располагались и несколько секретных лабораторий. Например, лаборатория имени Карбышева. Здесь проводились испытания новых составов бездымного пороха. Это самая разветвленная часть комплекса. В этой лаборатории также изучалось поведение ударной волны и ее взаимодействие с препятствиями. Множество переплетенных между собой тоннелей, прокопанных в толще ракушечника проходческим щитом. Назначение других лабораторий до сих пор неизвестно. Осенью 1993 года военные отсюда ушли. Говорят, что сборы завершились за несколько дней. Военные ушли, оставив мебель, склад продовольствия и всю аппаратуру жизнебеспечения, которую тут же разобрали мародеры и сошла местная молодежь. Правда, часть ходов оказалась завалена землей или попросту забетонирована. И что за этими забутовками, неизвестно. В 1997 году аксайские музейщики предложили командованию Северо-Кавказского военного округа устроить здесь филиал музея. Те согласились, но передать план подземного города и рассказать, для чего он был предназначен, отказались. Музейные работники заново привели свет примерно в одну пятую часть всех подземных помещений и сооружений и отгородили их от основной части, устроив здесь свою площадку. Остальная территория – ничья. И попасть сюда может каждый. Вот такой вот маленький подземный город мы нашли на самой-самой окраине Ростова. Он действительно огромный. Это просто лабиринт, путанный-путанный. Ну, в моей… я ни разу еще таких лабиринтов вот их не видел. И самое, что интересно, он не заброшен. Тут постоянно ходят детки. Вот мы гуляли, мы, наверное, здесь встречали 50-60 молодежи, которые просто там гуляют, тусуют. Это их тусовочное место. В общем, объект живет. Если вам было интересное видео, ставим лайк, подписываемся на канал. До новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok